Сегодня замечательный вечер, мы классно его проводим, но пройдет несколько дней, вы на работу сходите пару раз, поторчите в контакте, там, в одноклассниках, настроение испортится. Ну что, с одной стороны можно вспоминать вечер наш, а с другой стороны есть одно средство, когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные. Ну, например, в новогородском магазине продается коробка с пластилином, на коробке написано, набор желтого пластилина всех цветов. Тюмень, рекламный баннер, натяжные потолки, цена ниже, чем качество. Город Минск, это вообще все могут заметить это, это рассыпано как крупа по всей стране, вот эта дурь вся. Аптека в Минске, на окошке табличка, аптека, закрыта, ушла в аптеку. Вокзал в Минске, расписание поездов, рядом табличка, расписание, пальцем не смотреть. Такой партизан пришел, так раз, прочеркнул пальцем. Диджей, диджеи так захлебываются от восторга, что они сейчас в эфире. Иногда совершенно не понимают, как глухари на таковище. Слышал, как диджей выдал в эфир. Удивительно, но в этом году, восьмое марта, попадает точно на восьмое число месяца. Москва, Тушинский рынок, на одном из прилавков табличка, рыба живая и другая. На базаре, два ценника, на рынке. Яйцо отборное, 12 рублей, яйцо свежее, 15 рублей. В Подмосковье, такое огороженное, такое пространство, у ворот объявления. Корма для животных, в скобках, цемент, рубероид, битум. Киев, в меню, борщ называется хохлушкины страдания. Сибирь, пельмени, тещины, дульки. Дульки такие. Магазин полотенец, моя махрушка. Мороженое называется ОРЗ. Печенье называется мухомор праздничный. Печенье сахарное называется глюки. На Кутузском проспекте, мебельный салон, варфоломеевская ночь. Магазин детских игрушек, ценник. На ценнике написано, тёлка в юбке. Это уже нервный смех, всё готово, с приехалом. Магазин называется милосердие. Снизу пиво, вино, вот. В баре название коктейлей всегда читайте. Потрясающе. Вот фантазия у русских людей. Коктейль называется скорая не успела. То есть, вступает... О, под Серкуховым магазин. Ну, у кого... Может народ жить хорошо, если у него такой магазин? Так называется мясо-лыжи. Я даже комментировать это отказываюсь. Пряники называются забава с дыркой. У вас сейчас истерика начнётся, потому что вы вот это всё представляете? Салат называется говорун с яйцами на горошине. Магазин интимных товаров штучки-дрючки. Есть такие резиновые шары-попрыгунчики. Ценник. Написано, игрушка, поп, а на следующей строчке рыгун. На Украине корм для курей продаётся. Называется курочка-несучка. Автобус. Город Химки. Инструкция о действиях водителя в случае террористических актов. В автобусе. Вблизи района. Вооружённое столкновение. Немедленно остановиться. Высадить пассажиров. И удалиться в безопасном направлении. Гениальная страна. Гениальная. Москва. Магазин шуб на дверях. Ребёнок. Заводи маму к нам за шубой. Получи чупа-чупс. В скобках. Две мамы. Два чупа-чупса. Кованые ворота. Огромные такие. Железные. В центре Москвы. Надпись на них. Машины у ворот не ставить. Во дворе злые, как собаки. Зоомагазин. Это только русским нужно объявление. Сунуть палец в клетку к попугаю сто рублей. Зачем тебе совать палец в клетку к попугаю? А в зоопарке? Это только у нас могут написать. Запрещается предлагать шимпанзе сигареты. И дальше. А также плевать в шимпанзе. Комсомолец на море. Объявление в газете. Требуется кочегар. Это начало объявления. Казалось бы, все понятно, да? Нет. Нашего человека распирает. Он должен все написать. Требуется кочегар для работы кочегаром в кочегарке. То есть, не ухо-горло-носом в кабинете гинеколога. Нет. Я задавал себе тоже такой вопрос. Почему мы так глупо, дурно, забавно, весело и уродливо живем? Я получил ответ, когда мне подарили книжку одну. В этой книжке рассказывается о том, родиной какого овоща, какая страна является. Я читал, я закомплексовал. Помидор, Южная Америка, огурец, Индия, Китай, укроп, и то какая-то Азия. Везде все. А Россия? И вдруг читаю. Хрен. И написано. Родина хрена, Советский Союз. Я понял. Мы родина хрена. Понимаешь? Это хоть концерт называй. Родина хрена. С Новым Годом. Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше долго объясняет, что и как работает. Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда. А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт полтора квадратных метра. Вы представляете скопиться там? Ну, что мне нравится. Наши люди, вот они недовольны часто своей работой. А внутри они очень творческие, способные. Им куда-то надо деть это. Они любят заниматься приписками. Вот, например, на Сахалине я видел приписку. Там депутат один избирался. И он повесил свои билборды, ну, свои фотографии развесил. И внизу под фотографиями был его слоган. Нам в России жить хорошо. А кто-то приписал. А нам? Если вы вглядитесь, наши умудряются даже за границей приписывать. И не ленятся. Они берут фломастеры, смотрят, чтобы никто не видел. Там же посадить за это могут. В Лондоне. Аэропорт Хитроу. Табличка. Ноус Мокин. Вроде нормально. Внизу по-русски подпись. В это вулкану скажите. Наш народ вообще гениален. Просто он в никуда гениален. А вот это... Вот. Это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край. Заповедник. Перед ходом заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает, ну как так? Ну, не могу. Взвынул фломастер и приписал. А также выпас выгул скота и выполз змей. И, довольный, ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает, а я чего хуже? Вынул форум. Форум начался на этой... И пишет, вы порос свиней, вы жереб коней, выкопал лошадей, вылу птиц из яиц и выхухл выхухлей. И там одна за другой подписи. Кто-то пришел и думает, о, и я могу. Вы кур курей и выпры кенгурей. Абгат ромашек, абдир ягод, выхлоп газа, вынастела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал, выпендр фраеров, выстрел аврор. В уссурийском крае. Вот. И внизу крупно, высворк насморка. Согласитесь, народ способный. Этот народ никто не оцифрует. Никогда. Почему умом Россию не понять? А потому что ее понять можно только душой. Вот сидят муж и жена рядом со мной на пляже в Крыму. Она улыбается. Он говорит, что ты все время улыбаешься? Она говорит, я устала. За женщинами вообще надо наблюдать. Они не то что не понимают, что говорят, но они от сердца говорят. Только русская женщина может прийти в магазин и спросить у продавщины, скажите, у вас сегодня вискос вкусный? А та говорит, а я не пробовала сегодня, вы знаете. Тоже на пляже сидят две гламурницы, такие моднявки две. Козявки гламурные. И одна другой говорит, ты знаешь, я вчера в бутике перемирила все, во что влезала моя задница. Та говорит, и что? Говорит, купила супер туфли. А мужик один написал, вы правы. У нас даже мужики бывают с женщинами. А действительно, у нас мужчина, слово мужчина женского рода. Мужчина, она. Поэтому у нас сейчас говорят, мужик. Мужик это, мужчина это чиновник. А мужик это, мужик. Один мне пишет, я шел по улице. Было хорошее настроение, хорошая погода. Я играл ключами от квартиры на указательном пальце. Никто в мире этой дурью заниматься не будет. От счастья. Смотрю, пишет он. Эдер, представляя его глаза в этом. Смотрю, люк канализации приоткрыт вдали. Думаю, попаду или нет? Это зачем тебе это надо? Попал с первого раза. А это одна девушка написала. Я, по-моему, эту историю рассказываю по телевидению, но я еще раз ее перескажу, потому что... Но она мне очень нравится. Мне пишет женщина. Вы все правильно про нас, женщин, написали. Все правильно про нас рассказываете часто. Я на своем джипе приехала в супермаркет и припарковалась так, как не припаркуется ни один мужчина. Сразу за джипом инкассаторов. Гениально. Мужик так не сделает. Он понимает, чем может закончиться. Сижу, пишет она, крашусь. Ну, иначе как можно мюзли покупать, не накрашен. Вот. Готовы? Открывается дверь супермаркета. Цитирую письмо. Из двери выходит инкассатор. Мешком, полным денег, вперед. Вот так вот. И садится ко мне на первое сиденье. Ой. Я не знаю, что с вами будет сейчас. И говорит. Поехали. Держа мешок вот так вот. Он выронил мешок, когда услышал голос. Куда? И дальше гениальная фраза. Он смотрит на меня. Он так пишет. Она испугался. Я не накрашен. Страшна баба была, видимо. Выскочил, выронив мешок. Точняк страшна была. Быстро заскочил в свой джип, откуда его выгнали под задниками. Он обратно к ней. Она так сидит в этой позе. Он говорит. Я тут у вас кое-что забыл. Все, проверяем, сколько у вас сил осталось. Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум. Террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт. Животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать. Я не могу. Отключается эскалатор. Это как может быть? Мясная лавка. Надпись. Ноги не отрубаем, нет топора. Уши отрезаем, нож есть. Супермаркет. Объявление. При покупке любого товара в левой половине магазина требуйте подарок от продавца в правой половине. Скобка. Когда вам дадут подарок, просьба матом не ругаться. Москва. В магазине на дверях табличка с беляшами не входить и не спрашивать, почему. Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать, но это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи. Киоск в Москве. Предупреждение. Уважаемые покупатели. Так как у нас под киоском кто-то сдох. Просьба терпеть до полного разложения. Страна ужаса. Подмосковье. Общежитие. Объявление. Просьба не купаться в многомойках. Многомоги предназначены только для стирки белья. Томск. Бар. В баре табличка спеть в короке. Сто рублей спеть в короке, если зал против тысячи рублей. На двери магазина. Магазин в субботу не работает. В скобках. В воскресенье не работает совсем. В газете на открытии снежного горака будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи. Я ничего с вами сделать не могу. Вы хохочете. Поэтому последняя. Москва. Мужской туалет МГУ. Мужской туалет МГУ. Надпись на стене. Лена, я тебя люблю, Костя. Это не все. Внизу приписка. Костя, ты дебил. Лена ходит в женский туалет. Подпись Женя. И это не все. И третье. Женя. Ты сам дебил. Подпись Лена. Друзья мои, мы сейчас расстанемся. Помните главное, чувство юмора это самая надежная защита от невежества. С Новым Годом! С Новым Годом!